Ребятушки, всем привет, я Павел Городницкий, это Ахинея и Брахло, программа для тех, кто знает, где я сейчас нахожусь. Сегодня у нас, как всегда, самые мощные футбольные инфобомбы, еще мои барахлянские. Ответы на ваши гениальнейшие вопросы, их задавайте в комментариях под хэштегом А и Б, либо у меня в личке ВКонтакте, ссылка в описании, я добавляю практически всех. Рубрика «Самый кайф». Итальянский форвард ноунейм поужинает с Дель Пьера. Есть такой Франческо Капутто из Сосуола, я его, если честно, не знал, но мне сейчас любители серии А скажут, ты чего, ты как вообще смеешь на ютубе говорить о футболе, если ты не знаешь, кто такой Франческо Капутто из Сосуола? Ну, извините. Так вот, этот Франческо, у него есть кумир Алекс Дель Пьера, и они до сезона как-то заочно договорились с Алексом, что если Капутто забьет больше 20 мячей в серии А, то они с Дель Пьера поужинают. И вот уже у Капутто 21 гол. Это, между прочим, больше, чем у Берарди и Джанлуки Лопадулы. Этих парней я знаю. Короче, будет ужин, давайте порадуемся за Франческо Капутто, потому что его мечта сбывается. Он почти всю карьеру провел в серии Б, и вот, наконец-то, в 30 с лишним лет у него случилось вот такое счастье. Если бы у меня спросили, а с кем ты мечтал бы поужинать, я бы сказал, конечно же, с Карло Анчелотти. Во-первых, он очень душевный мужик, один из моих любимейших тренеров, а во-вторых, он бы съел наверняка больше, чем я. Я бы заказывал салат, пасту, пиццу, он бы повторял, и я уверен, что я бы уже все наелся, у меня был бы вот такой живот, а Карло бы еще уминал и уминал. Пишите в комментах, с кем бы поужинали вы. Важный вопрос. Когда выйдут видосы про Мауринью, Дурова и Рамоса? Я их обещал уже очень давно, и поверьте, я не меньше вас страдаю от того, что вот я пообещал видосы, а они до сих пор не выходят. Я допиливаю сценарии, что-то редактирую, готовлюсь. Короче, скоро будет, и чтобы ничего не пропустить, подписывайтесь на канал и нажимайте на колокольчик. Теперь к новостям. Сашка Кокорин подписал контракт со Спартаком. Это такой бабах недели. Потому что ждали, ну куда же перейдет Сашуля Кокорин, может быть он в Сочи останется, может быть Зениту все-таки разрешать. Нет, он выбрал Спартак. И вот если рассуждать логически, да, если просто примитивно посмотреть, ну классно, статусный русский футболист, играл за сборную, такой раскрученный, распиаренный, в тюрьме посидел, нормальная сделка, тем более с паспортом. Вот, а если посмотреть адекватно, у Спартака есть Ларсон, Понса и Соболев. То есть с нападением, по сути, все нормально. Еще в арендах Глушенков и Милкадзе, которые себя достойно проявили в Крыльях и Тамбове, но они все равно берут Кокорина. Куда им столько форвардов? Это такой сигнал как раз Глушенкову и Милкадзе. Вы можете там хоть усраться в своих арендах. Вы можете там 10 забить, 15, 20. Мы все равно возьмем вот такую суперзвезду. Вообще, сделка с Кокориным, контракт с Кокориным, выглядит как та самая брошенная перчатка. Ее Шамиль Газизов обещал бросить Зениту. И вот бросил. Типа, ага, вам не разрешили, а мы-то подписали. Вот теперь утритесь. Теперь уже мой важный вопрос фанатам Спартака. Как вам вообще Кокорин? Вы рады, что он пришел или нет? Потому что для меня Кокорин это Смолов на минималках. Я не в восторге от Федора Смолова, но Кокорин гораздо тупее, гораздо безвольнее, беспомощнее. Он какой-то ребеночек, реально. Он не умеет из себя выжимать максимум. Я не верю, что он в Спартаке оформит даже 15 баллов по системе гол плюс пас. Ну, может быть я ошибаюсь. Вообще, это увлекательная сделка, потому что если Кокорин взорвет, я наконец-то узнаю, почему им восхищались больше 10 лет. Если Кокорин стукнет, значит я был прав. Он действительно посредственность. Кстати, вот случайный характерный факт об интеллекте Александра Кокорина. Он в 22 года сказал, что никогда не перейдет Спартак. Ладно такое написать в Твиттере в 14 лет, ну в 17, ну ладно в 19, но в 22 ты уже взрослый мужик. Зачем ты прогнозируешь свое будущее? Вот и в Спартаке. И сейчас ему это логично припоминают. И конечно бесполезно говорить, ой, я тогда был другим, я сильно изменился с тех пор, я поумнел, извините меня, пожалуйста, давайте я вам ромбик поцелую. Все, ему это уже не забудут. Другой характерный момент. Вот как вообще объявляли про Кокорина в Спартаке? В среду вечером Иван Карпов, инсайдер, написал у себя в Телеграм-канале, все, поздравляю вас мясные, у вас Александр Кокорин. И спустя сутки выяснилось, что Саша Кокорин действительно подписал контракт со Спартаком. Разумеется, это очень престижно по меркам инсайдеров дать вот такую ценную инфу раньше всех. Но я провел у себя в Телеграм-канале опрос. Вот насколько вам, дорогие читатели моего Телеграм-канала, вообще важно? Вы в среду узнаете, что Кокорин пришел в Спартак? Или в четверг? И большинству не важно. А Телеграм это территория инсайдов. То есть людям, у которых нет Телеграм, у которых WhatsApp или Viber, им вообще по барабану, они сутки легко прожили бы без этой информации. То есть инсайдеры это в принципе не очень такие полезные и нужные люди. И еще одно. Ваня Карпов сейчас ходит королем, очень гордится. Но давайте вспомним другой его инсайд от 27 марта 2020 года. Ой, а что это такое? Иван Карпов нам сообщил, что Кокорин согласовал трехлетний контракт с Локомотивом. Получается он будет играть за два клуба? Или просто Ваня Карпов стрелял по воробьям и внезапно попал? Я уверен, что если бы Кокорин в итоге остался в Сочи, Ваня Карпов, пьяный разумеется, записал бы кружочек для своего Телеграм-канала и сказал бы, Ротенберг подключил таких людей. Я даже боюсь называть их фамилии. Это не я ошибся, там уже все было согласовано. Ну, просто его заставили остаться в Сочи. Вообще у меня просто очень короткий вывод по инсайдерам. За ними интересно наблюдать только когда они ошибаются, а потом неловко оправдываются. Типа вот Вагнер уже должен был, а потом, ой, ну не получилось. Ну что ж поделать, зато у меня другие. Вот этот инсайд сбылся, это я раньше всех дал, это каждый раз так кринжово я хохочу. Да, в этом инсайдеры настоящие виртуозы. Ну и последнее по Кокорину. Для меня это главная интрига. Вспомним зиму 2020 года, когда Сергей Семак очень хотел, чтобы Кокорин играл за Зенит. Ну, сказали Сергей Богданович, извини, это невозможно, Кокорин поедет в Сочи. Но потом, летом, Сергей Семак все-таки продлил контракт с Зенитом. Я так понимаю, что у него было условие. Либо ему все-таки отобьют Кокорина, либо дадут бабки на какой-то трансфер, на какую-то компенсацию, на какого-то крутейшего нападающего или атакующего полузащитника. Кокорина взять не получилось, значит, Зенит готовит жирный трансфер. Посмотрим, чем это закончится. Кажется, Месут Азил закончил с футболом. Агент Месута Азила сказал, так, у Месута еще один год по контракту с Арсеналом, и никуда Азил не собирается. Арсенал вообще не рассчитывает на Азила. Ну, что поделать? Есть договор, значит, надо его соблюдать. И Месут Азил целый год будет сидеть где-нибудь на трибуне, или глубоко-глубоко на банке, и каждую неделю получать 350 тысяч фунтов. А в 2021 году Месут Азил уедет либо в Турцию, либо в Азию, либо в Америку. Для нас это означает лишь одно. Все, мы больше не увидим, как играет Месут Азил. Может быть, прилетят какие-нибудь хайлайтики из МЛС, может быть, из Турции. Ну, пару раз за год. Но глобально все, Месут Азил закончился. Потому что вот ему всего лишь 31 год. Но он уже попрощался со сборной, а скоро попрощается и с по-настоящему большим футболом. По этому поводу я могу вспомнить лишь один футбольный мем из 2011 года. Месут Азил говно в Азил. Кстати, 1 августа уже совсем скоро, в 19.30, Арсенал сыграет в Челси за Кубок Англии на Уэмбли. Разумеется, в этом матче не будет Месута Азила, зато там будет широчайшая линия от моих легальных партнеров из Париматч. А еще у Париматч есть шикарнейшая летняя акция. Бонус до 5000 рублей за первый депозит на игровой счет. Самое главное, проходите верификацию до конца и кликайте по ссылочке в закрепленном комментарии. Там все условия. Инвесторы из Саудовской Аравии отказались от покупки Нью-Касла. У меня всю весну, вот я вам клянусь, спрашивали. Ну что, Нью-Касл теперь будет в Лиге Чемпионов? Нью-Касл очередной денежный мешок? Нью-Касл там всех подвинет ведь, да? Я говорил, конечно, нет. Нью-Касл будет бороться за Лигу Европы. Потому что, ну кто сейчас сразу с нуля пойдет в этот Нью-Касл? И вот теперь оказывается, что Нью-Касл так и останется бедниким. Но Нью-Каслу очень идет быть середняком АПЛ. Не вылетать, покусывать лидеров и просто кайфовать от того, что там играли Алан Ширер и легендарный Сантьяго Муньес. Рандомный факт. Я на прошлой неделе был в московском баре Хет-Трик. И я туда пришел с друзьями и жутко удивился. Потому что там были фанаты Нью-Касла в Джерси. Человек 6 или даже 7. И они пришли смотреть матч, который ни на что не влиял. Нью-Касл, Ливерпуль. Все, Нью-Касл не вылетает. Ливерпуль уже чемпион. Но они пришли. Ну спасибо, что песни не пели. Но вообще респект Нью-Каслу за таких преданных фанатов. Нью-Касл, как говорится, чемпик. И вот история как раз от тех самых болельщиков Нью-Касла. В 2018 году в Россию во время чемпионата мира приезжал Алан Ширер. И они придумали, как к нему пробиться. Взяли флаги, взяли форму. Ну все. Повидались с Ширером, сфоткались с ним, пошли обратно. И вот они во всей этой амуниции идут. А навстречу журналисты Russia Today. И эти журналисты начали с ними общаться по-английски. А фанаты Нью-Касла объясняют, да мы не англичане. Мы русские. А видимо, Russia Today был необходим сюжет. И журналисты РТ сказали, слушайте, понятно, что вы русские. Кто-нибудь умеет на английском говорить? Притворитесь, пожалуйста, англичанами. Ну нам нужно записать видео. И конечно же, фанаты Нью-Касла послали Russia Today нахуй. Потому что они ненавидят Маргариту Симоньян. Я, кстати, тоже. Андрюша Талалаев возглавил Ахмат. Его поздравляют все журналисты, все его коллеги-ведущие по Матч ТВ. Но, по-моему, это очень странный такой союз. Это тренер, который нигде не задерживался дольше двух сезонов. Это клуб, из которого быстренько вылетали почти все тренеры за последние 10 лет. Там больше сезона проработали только Стас Черчесов и Рашид Рахимов. Остальные Лидяхов, Галактионов, Шалимов, Кононов. Ну просто их очень быстро убирали. И это клуб, где руководство лезет в дела тренера. А Талалаев такой тренер, который говорит, так, все, у меня раздевалка, это мои игроки, я выбираю состав. Вы, пожалуйста, не вмешивайтесь. Как только он так объявит в Чечне, ему скажут, Андрюшенька, ты в лес не хочешь съездить? Так что я искренне беспокоюсь за судьбу Андрея Талалаева. Я ему желаю только одного. Он должен доработать до 5 октября. Почему именно до 5 октября? Потому что у Талалаева день рождения 5 октября. А еще день рождения 5 октября у кого? У Рамзана Ахматовича Кадырова. Поэтому Талалаеву светит какой-нибудь очень щедрый презент. Ну а потом можно и увольняться из Ахмата. Вообще давайте поспорим. Вот возвращайтесь в это видео спустя год. Я готов забиться. Талалаева в Ахмате уже не будет. Марк Ройс получил очередную травму. Он долго восстанавливался от предыдущего повреждения. Вроде бы восстановился. Все, тренируется. Потом бац. Воспаление очередное. И снова не может нормально тренироваться. И это, конечно же, тоска. Я постоянно грущу из-за Марка Ройса. Он мне нравился и 5 лет назад, и 7 лет назад. И вот, пожалуйста, список травм Марка Ройса из Трансфермаркта. Вот это гигантская таблица. А вот мы из Википедии делаем скриншот. И это достижение Марка Ройса. И это ужасно несправедливо. И вот я считаю искренне, что Марка Ройсу следовало на годик свалить в Баварию, выиграть там салатницу и вернуться в Барусию. Просто чтобы был этот титул. Мне сейчас скажут, ты чего? Верность цветам важнее всего. Но, ребята, извините, я больше люблю титулы. Если вы хотите поспорить, конечно же, welcome в комментарии. Барахло, ваши рок-н-ролльные вопросы. Мои попсовые ответы. Но сначала обязательно подписывайтесь на мой телеграм-канал. Ссылочка в описании. Там 4-5 постов каждый день. Я стараюсь, чтобы они были веселыми. Туда попадает все, что не влезает в видосы. Как тебе шоу с куклами от ЦСКА-ТВ? Я честно вам признаюсь, я выдержал ровно 2 минуты. Потом отмотал на титры. Про титры поговорим попозже. Но вот просто есть, например, группировка Ленинград. И они последние 5 лет создавали клипы про телочек из Инстаграма. Что вот надо фоточку, селфи, что-нибудь еще. Вот такая гламурная жизнь. И это сначала было более-менее актуально и востребовано, и злободневно. А сейчас ты просто смотришь, и тебе стыдно за шнура. Ты думаешь, блядь, Серега, куда ты скатился? Так и с шоу на ЦСКА-ТВ. Они сначала стебались над тем, что не могут никого себе купить. Ой, дайте нам нападающего, пожалуйста, выделите бюджет. Сами, короче, ржали. Такая вот самоирония. Но сейчас шоу куклы. И там опять эти шутки, что нет денег, что нет нападающего. Кто же к нам приедет? Я, конечно же, выключил. Потому что эти шутки прописаны откровенно хуевенько. Такое видос с куклами, в принципе, ну идея оригинальная, нормальная. И можно было сделать что-то ослепительное, такое яркое для Твиттера, для Инстаграма. Ну, например, на 30 или 45 секунд. И все были такие, вау, как здорово. Как вы так классно придумали. Но они зачем-то растянули на 11 минут. И изначально было понятно, что без толковых авторов ничего не выйдет. А там смотришь и менеджер, и турменеджер, и гендиректор, и продюсер, и главный редактор всего этого проекта в титрах. Катерина Кирильчева. Вот она за все отвечала. И, вероятно, диалоги тоже прописывала она. Про нее можно сказать только одно. Она автор и, к сожалению, исполнитель своих текстов. За что ты так не любишь Манчестер-Сити? В прошлом выпуске Айбэ я сказал, что я не хочу, чтобы Манн-Сити выиграл Лигу Чемпионов. Меня спросили, а почему? За что ты их так презираешь? И там уже за меня в комментах ответили, потому что это мешок без денег. Но мешок без денег это слишком банальная причина. Просто я в детстве слегка притапливал за МЮ. А МЮ Манн-Сити это такое дерби. И просто исторически я должен не любить Манн-Сити. Но именно презирать и вообще ненавидеть я их начал в 2012 году, когда они выиграли свой титул. И Карлос Тэвис, вместо того, чтобы порадоваться за себя, зачем-то напялил майку, кажется, Рип Ферги. Но сэр Алекс Фергюсон для меня это святой человек. Карлос Тэвис покусился на святое. Меня это вывесило. Я и Тэвиса не особо люблю. Хотя он, конечно, там боец и так далее. Но Манн-Сити с тех пор для меня самый принципиальный соперник Манн-Юнайтед. Вот я как болею за Зенит в матче со Спартаком, так и здесь. Если Манкунянское дерби, обязательно я за МЮ. А потом еще Пеп Гвардиола возглавил Манчестер-Сити. И вот эти Пепа Дрочеры начали писать. Все, Сити играет в лучший футбол на планете. Друзья, сколько, напомните мне, пожалуйста, кубков чемпионов у Манчестер-Сити? Я вам подскажу. У них нуль кубков чемпионов. А для меня это верификация. Выиграл Лигу чемпионов, все, ты крутая команда. Можно вообще хвастаться, гордиться и так далее. Вы, конечно, возразите мне, что был Челси в 2012, но это аномалия. Такое бывает раз в 20 лет. И я внутри себя понимаю, что Пеп и Сити, наверное, заслужили кубок чемпионов. Но я не хочу, чтобы они его выигрывали. Потому что вот это вот все слушать от фанатов Сити, от фанатов Пепа. Что, ой, такой красивый футбол принес результат. Ну что, вы не верили, а Пепчик смог вы? Как противно. Ты веришь, что Симак уйдет из «Зенита» этим летом? Нет. Это какой-то нелепейший, бесталанный, бездарнейший вброс в телеграм-каналах. Ну, видимо, у людей уже совсем закончилась фантазия. Они придумали, что Симак посрался с Медведевым. Что Симак посрался с Рибальтой, спортивным директором. Что все, Симак вообще такой конфликтующий мужик. На самом деле он очень спокойный. Он не повышает голос. Он очень твердо стоит на своем. Могут быть какие-то рабочие разногласия. Но всегда Сергей Симак склонен к компромиссу. А не просто там порвать контракт, например. Или встать на стол у Медведева в кабинете. Там чечетку сплясать. Сказать, сука, отпусти меня за галстук его схватить. Такого не будет. Я не знаю, кому это выгодно. Я не знаю, зачем это было выдумывать. По моей информации, никаких реально жестких конфликтов в «Зените» нет. И, конечно, самый-самый нелепый вброс месяца про то, что у Аздоева какие-то проблемы с «Зенитом» из-за контрактных вопросов. У Аздоева контракт длится еще два года. Аздоев выиграл два чемпионата России за последние два сезона. Получил жирнейшие бонусы. Стал игроком сборной России. Какие могут быть контрактные вопросы у Аздоева? Да никаких. Поэтому он все опроверг. Но вы запомните людей, которые писали про Симакарий, Бальту, Аздоева. И никогда им не верите. Как ты относишься к Курбану Бердыеву? Это очень сильный и очень рациональный тренер. Но он, во-первых, крайне мутный. А во-вторых, есть причина, почему он мне, сука, очень не нравится. Он максимально суеверный. Понятно, что у него были какие-то счастливые пиджаки, счастливые спортивные костюмы. И какие-то счастливые цвета, например, домашней формы. Но я в канале номер 31, который ведет Роман Дворянкин, который раньше работал в «Адидасе», прочитал совершенно безумную историю. Итак, 2008 год, «Рибак» наконец-то полноценно стала частью «Адидаса». И нужно было в «Рибак» приодеть какую-нибудь нормальную российскую команду. И привели «Рибак» в «Рубин». И как раз Дворянкин договаривался. И, конечно, удивительно, но Курбан Бердыев отказался от «Рибака», причем наотрез сказал, нет, никакого «Рибака» не будет. Даю вам три секунды угадать, почему так вышло. Да потому что в сезоне 2003, когда «Рубин» вышел из «ФНЛ» и занял третье место в «РПЛ», их одевала «Найк». Потом они поменяли технического спонсора, и в 2004 году с «Адидасом» заняли десятое место. И все, для Бердыева «Адидас» перестал существовать. И когда Бердыев узнал, что «Рибак» это теперь «Адидас», он такой, не-не-не-не, суеверие, я с таким не связываюсь, «Адидас», «Рибак», да сведули. И я не понимаю, как серьезный взрослый мужик может так рассуждать. У него куча тактических схем, у него куча великолепных идей, у него всякие наработки. А он говорит, а, мы, наверное, из-за формы заняли десятое место. Ку-ку. Сейчас у Бердыева суеверие уже поменьше, но меня все равно это напрягает. Ну как такое вообще может быть? Я вам расскажу, как надо относиться к суевериям. Вот когда я шел в школу, мне было 16 лет, и я бежал на автобусную остановку. Я знал, что если автобус сразу же подъедет, и я у него тут же сяду, значит день будет гарантированно хорошим. А если мне придется ждать автобуса, значит день тоже будет хорошим, просто надо будет постараться. Это беспроигрышный абсолютно вариант. Не надо думать, ой, автобуса нет, все, значит день вообще пойдет пиздой. Нет, все зависит от тебя, это всегда важно помнить. Важно поднимать себе настроение какими-то сбывшимися приметами, ну а не сбылось, да и хер с ним. Найк или Адидас? Кто-то говорит Найке, ну извините, мне привычнее говорить Найк. Для меня все равно лучше Адидас ровно по трем причинам. Во-первых, я каждый год, примерно в августе или в сентябре, торжественно вкатываюсь в магазин Адидас в торговом комплексе Континент. И говорю, можно мне, пожалуйста, свежайшую форму Реал Мадрида. Выбираю себе, никогда не выбираю белую, обычно какую-нибудь гостевую или вообще резервный комплект. И потом через дня три забираю эту футболку и иду такой весь счастливый и модный. Во-вторых, мои первые дорогие кроссовки за 3000 рублей в 2008 году, это было больше 100 баксов, то есть это сумасшедшие деньги для шкальника, это тоже был Адидас. Ну и сейчас я ношу Адидас Суперстар, и по-моему это самые-самые удобные кроссовки. При этом я не могу сказать, что я ненавижу Найк, у меня такого нет, ну просто реже покупаю их вещи. Вот Артем Нечаев искренне считает, что Найк это вообще параша, помойка, говно, и это стыдно на себя напяливать. У меня такого абсолютно нет. Но мой второй любимый бренд как раз Рибок. В зале я ношу кроссовки Рибок. Как поставить речь за месяц? Я у себя в телеграм-канале усирал арбитра Игоря Федотова, который пришел на ютуб уже много месяцев назад, и до сих пор у него как будто человек перенес 10 инсультов, он экает, он заикается, запинается, вообще не парится о чистоте речи. Я в том самом посте у себя в телеграме сказал, что можно поставить речь за месяц. И почему-то люди подумали, что я сам месяц позанимался своими вербальными навыками и теперь могу вот так разговаривать. На самом деле я чуть больше всем этим увлекался, читал всякие книги ораторов, смотрел выступления, надеюсь, что это немножечко хотя бы заметно. Но вот 5 советов для тех, кто считает, что он совсем бездарно говорит на публике, я сейчас вам все озвучу. Во-первых, если вам впадло заниматься всякими упражнениями для дикции и вообще какими-то конкретными упражнениями из каких-нибудь учебников, просто читайте вслух. С выражением, разумеется, и медленно, и потом себя слушайте. И вы будете видеть, вернее слышать, где вы запинаетесь, где вы торопитесь, какие звуки вы не проговариваете, ну, со стороны всегда виднее. Я каждый раз с утра после того, как записан Айбэ, мне присылают нарезанную версию, открываю компьютер и поражаюсь. Вот почему я здесь звук не произнес, почему я здесь запнулся, заикнулся, ненавижу этого. Всегда можно прогрессировать, всегда можно лучше. Дальше. Нужно регулярно смотреть видосы людей или просто выступления, речь которых вам нравится. У меня это Гуриев, потому что он без пауз херачит, у него просто мысли льются, льются без повторов, без синонимов, все идеально. Артемий Лебедев, потому что он на полном расслабоне. Он сидит и как будто ты у него на кухне, и он любую историю расскажет, даже если собьется, все равно это будет звучать вообще ненапряжно. На полном, еще раз говорю, расслабоне. И, конечно же, Иван Ургант. Он себе позволяет что угодно. Экнуть, улыбнуться, похохотать. Он тоже раскован. Я вот сейчас сижу и ощущаю, что у меня спина зажата, как будто я над чем-то запарен. Ну а вот Ургант, он уже ко всему привык. Смотришь Урганта вместе с ним, расслабляешься и идешь записывать видосик. Самое главное, работайте над интонацией. Любую историю нужно рассказывать как максимально охуенную. Попробовали один раз, не получилось. Второй, третий, пятый, десятый, ну, видимо, история совсем безнадежна. Потому что любой, любой человек, даже самый душный, даже Олежа Кононов может рассказать эмоционально, почему он так обосрался в Спартаке. Если он не может, значит он обосрался, потому что он бездарный тренер и потому что он тюдя. Вот и все. Не будьте Олегами Кононовыми. Выдавайте какие-то эмоции обязательно. Ну и самый последний совет, который реально упростит вам жизнь. Прощайте себе какие-то косяки. Потому что, например, Юрий Дудь не умеет говорить быстро, но очень медленно разговаривает с кучей пауз. Но его хочется слушать. Или Сергей Минаев. У него значит после каждого слова. и обязательно это не то есть открываю наш компьютер значит и так что тут есть вам зачитаю значит цитату значит вот примерно так он общается и у каждого что-то такое есть и у вас пусть будет у меня это синонимы я если не могу придумать мысль я начинаю одно и то же слово разными какими-то терминами обозначать это ужасно ну теперь вы будете об этом знать сегодня мой привет летит в город астана меня попросили передать привет в астану не в нур-султан прям подчеркнули никакого нур-султана именно в астану привет и респект астане подписывайтесь на канал ставьте лайки дизлайки пишите комменты чао